Здравствуйте, Иван Витальевич. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Иван Витальевич, все вопросы для сегодняшнего интервью поступили к нам посредством социальных сетей. В преддверии Дня города мы подводим некие итоги и передаем те вопросы, а вернее те проблемы, которые тревожат пущенцев. Итак, первый вопрос. Около В12 и В14 сначала спиливали деревья, при этом испортив дорожку на детской площадке, а потом вообще убрали игровой городок. Когда исправят? Во-первых, спасибо за наши регулярные встречи. Это очень, на мой взгляд, полезный формат, механизм взаимодействия. Я постараюсь ответить на сегодняшние вопросы, и это будет очень полезно для нас, для администрации, для жителей города. Значит, эта территория, придомовая, междомовая территория между В12 и В14, вошла в программу комплексного благоустройства дворов этого года. Вообще определено три площадки. Первая площадка – это междомовая территория между Г18 и Г14, вторая площадка упомянутая В12 и В14, и междомовая территория Г8, Г9, Г10. Работы подготовительные уже начались. Администрация города и подрядчик выравнивают, готовят площадку. Поэтому быстро эти работы одномоментно не могут быть выполнены. Это серьезные довольно работы. Вот, например, именно на этой территории В12 и В14 мы планируем установить большую комплексную детскую площадку. В целом работу могут занять большую часть летнего периода. Ну, вообще-то, как и в предыдущие годы, потому что мы уже четвертый год подряд занимаемся комплексным благоустройством междомовых территорий. И ежегодно, таким образом, благоустраиваем ежегодно по 10%, не менее 10% наших дворов. Я правильно понимаю, что это не только установка детской площадки, но и, например, освещение? Это освещение, это новые контейнерные площадки там, где необходимы, это лавочки, это асфальтирование территории, это создание новых газонов. Комплексное благоустройство. Еще один вопрос о детской площадке. Когда установят новую площадку для детей во дворе Д7 и Д5? А то снесли то, что было, а нового уже два сезона нет. Про песок вообще можно забыть? Эта территория также междомывая, и нам хочется также реализовать комплексный подход ее благоустройства. Но особенность этих работ, этой программы в текущем году заключается в том, что именно жители города на портале Добродел своим голосованием определяли, какие дворовые территории будут комплексно благоустроены. И наши жители, пущенцы, посредством этого голосования выбрали те три междомовые территории, которые я только что упомянул. Эта территория в этом году в программу, к сожалению, не вошла. Тем не менее, детская площадка, игровые элементы, которые были удалены, они пришли в аварийное негодное состояние. Мы изыскиваем средства, возможности, чтобы выполнить дополнительные работы и все-таки там игровую площадку или, по крайней мере, комплекс игровых элементов в этом году установить. Мы постараемся. Ситуация-то под контролем. Когда будут приведены в цивилизованный вид дорога к городскому пляжу и сам пляж? Да, пляжный сезон начинается формально с 1 июня. Мы уже этим озабочены. На прошлой неделе я провел с сотрудниками администрации выездное совещание на этой территории. Формально у нас нет пляжа, у нас есть зона отдыха у воды. Суть от этого не меняется. Территорию нужно привести в порядок, обеспечить безопасность жителей в пляжный сезон. И мы это уже сделали. Мы разыграли конкурс, определили подрядчика. Это будут профессиональные спасатели организации ОСВОД, которые в течение всего летнего периода, в светлое время суток, с необходимым оборудованием будут находиться на этой территории. Мы выделяем дополнительные средства нашему учреждению благоустройства, чтобы привести эту территорию в порядок. Думаем, как насыпать либо намыть песок, пока решения нет. Необходимо обеспечить чистоту, вывоз мусора, засыпать свежим щебнем подъездные пути от храма ниже. Эту дорогу нужно обязательно засыпать щебнем. И низина в пойме, которая ведет на пляж. Под контролем, работы уже начинаем. Работа эта будет сделана. Постараемся, чтобы пляж был в не худшем, а может быть в лучшем состоянии, чем в предыдущие годы. 14 мая произведена остановка горячего водоснабжения. Планируемый срок отключения – две недели. Достаточно ли будет этого времени для проведения необходимых профилактических работ на котельной? Не затянется ли этот останов на месяц? Не должно такого произойти. В последние годы, по-моему, в 2012 году, я надеюсь, последний раз в 2012 году, мы превысили этот срок, когда мы находились без горячей воды, где-то около месяца. В последние 4-5 лет мы научились, тепловодоканал научился, укладываться в необходимый срок, в две недели, для того, чтобы провести плановые профилактические работы. Мы не ожидаем сбоев, и мы ждем, что через две недели, в последних числах мая, горячая вода вновь поступит в жилые дома. Главное, чтобы когда она начала поступать, не случилось аварий. А, ну так обычно бывает, да. Да, ну что делать, постараемся и бежать. В дни летних школьных каникул будут работать оздоровительные площадки. Сколько детей они могут принять и в какое время? По информации отдела образования, у нас две школьные детские оздоровительные площадки на базе первой школы с 8 июня по 3 июля и на базе третьей школы с 4 июля по 20 июля. На базе первой площадки отдохнет 195 детей, на базе второй площадки 60 наших школьников. То есть примерно все так же, как в предыдущие годы. Опять-таки, мы, правоохранительные, надзорные, контрольные органы предъявляют особые требования по организации безопасности детей. Безопасность в том числе и в соблюдении санитарных режимов. Участвуем, контролируем. Дети должны отдохнуть без каких-либо чрезвычайных происшествий. Спасибо большое, Иван Витальевич, за ваши ответы. А наших телезрителей я благодарю за их неравнодушие и их вопросы. Спасибо, приглашайте еще. Обязательно.